Древнее общество 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 была монолитная, потому что условия выживания были настолько суровые, что отдельная личность не могла выжить. И только в составе некой общины, в составе рода, в составе народа можно было быть уверенным в продолжении жизни. Это связано и с тем, как добывали пищу, и с тем, как продолжали человеческий род и прочее. А постепенно, когда люди научились добывать излишки, когда общество почувствовало, что живет не только для того, чтобы выжить, а возникло нечто, что можно было бы назвать лишним временем, досугом, то постепенно общество немного расслабляет свою хватку и начинает выделяться отдельного рода индивиды. Быть может, как ты правильно говоришь, это может связывать с возникновением неравенства, отдельные семьи, отдельные индивиды начали накапывать излишки и прочее. Быть может так. Но на самом деле я подозреваю, что это общее некое движение, не обязательно связанное с экономическими, не только с экономическими какими-то явлениями и феноменами, но на самом деле это как бы некое логическое движение, когда некое монолитное целое распадается по своим естественным границам. А естественные границы в этом монолитном целом было это распасы на индивиды. И вот то общество, которое мы сейчас имеем, это вот некоторые логические движения из того первоначального монолитного общества. Причем то монолитное общество древнее, оно было в силу необходимости таким неким безсознательным монолитным обществом. И причем я подозреваю, что оно было очень долго таковым, потому что, если вдуматься, мифы нам рассказывают, что райская жизнь на Земле была всегда в древности. Нам все мифы рассказывают о том, что золотой век людей, некий рай, век некого рода счастья, он был почему-то в прошлом. Потом появился уже серебряный век, потом железный век. И там есть исследователь, например, по имени Гесиоды. И вообще говоря, если мы постоянно говорим, даже если взять Библию, то есть потерянный рай – это тоже нечто, что осталось в прошлом. И у человечества вообще есть какое-то подспудное интуитивное представление, что самая лучшая счастливая жизнь осталась в прошлом, в этом неком монолите. Так вот, если представить. То состояние общества, к которому мы сейчас приходим, это своего рода общество, которое движется в своем распадении. И более того, те общества, которые мы сейчас видим, которые представлены, допустим, европейской цивилизацией, они себя понимают как своего рода, ну как вот Шпенглер пишет, как некого рода закат уже цивилизации, как некого рода… у Шпенглера есть такое произведение, закат Европы, как некого рода упадок, например, Ницше пишет о декадансе, как некого рода уже уничтожение, последнее… нечто последнее перед какой-то катастрофой, которая должна охватить все. То есть вот… и вот эта вот интуиция, да, вот катастрофы и интуиция первоначального рая, если ее выстроить некий ряд, то мы понимаем на самом деле, что вот это вот распадение общества на индивидуально… по отдельным… на отдельные индивидуальности, на отдельные индивиды, да, вот это вот видится и чувствуется человеком как нечто неправильное. то есть мы как… ну это чисто такая интуиция, ее можно пытаться обосновывать, да, там… но феноменологически вот понятно, что как бы у людей понимают, что изначально общество вот должно было бы быть устроено как-то по-другому, как-то вот… органистически, да, там… ну, можно было бы сказать коммунистически, или там, если по-христиански говорить, то в виде какой-то общины, да, вот… в общем, как… в каком-то отношении как-то должно было быть устроено солидарно, где… и только вот в таком вот солидарном обществе люди могут почувствовать настоящее, как бы вот, настоящее счастье. То есть вот утерянный рай, как бы, да, вот там вот утерянном райе было некоторого рода первоначальное правильное состояние, состояние солидарности, а вот сейчас мы находимся в состоянии вот грехопадения, да, такого… причем грехопадения, как я уже предлагал, там можно понять именно как такое состояние отъединенности, да, когда вот каждый один девит отпал от некого целого, да, и вот чувствует свою ущербность, вот свою… какую-то свою неполноценность. и полноценность он может… и свою полноту, как бы, и ценность он может только почувствовать, если он объединяется обратно вообще. То есть вот, иначе говоря, вот эта вот идея, она же бродила в умах не только там, так скажем, Маркса, там, а многие были такие, всякого рода там предшественники ему, Кампанело, там, Оуэн, там, и прочие другие там социалисты, там, и коммунисты, да, утописты, которые обсуждали вот попытку создать вот новый вид общества, да, который вот вернется вроде бы на стадии вот этого первобытного монолита, но только на более высоком уровне, на уровне вот уже… на уровне, при котором вот это вот новое объединение монолитное будет обосновано разумно. не вот не инстинктивно, благодаря требованию необходимости, а разумно, благодаря пониманию тому, что это, какого рода, правильное устроение общества, так оно должно быть. Так вот, если теперь вот обсуждать проблемы, да, связанные с переходом от вот этого, от Амарного… Можешь сказать осознанно и неосознанно. Там неосознанно силу необходимости, а здесь осознанно. Необходимость, видимо, все равно остается, потому что что-то не может существовать как неорганизм. Необходимость всегда остается, но вопрос связан с тем, что либо это необходимость что-то типа военного характера, да, когда мобилизован каждый индивид, да, и когда каждый индивид, без участия каждого индивида общество не может выжить. Либо это положение, когда необходимость существует, но она не является такой вот, знаешь, мобилизацией каждого индивида, а в принципе, как вот в современных условиях, там две трети общества может вообще не работать, да. И одна треть общества, ну вот как в нашем государстве, судя по вот… Статистике. По статистике, да, у нас на самом деле в стране работает одна треть населения, да, две трети вообще не работает. То есть в это две трети включаются дети, старики, там… Больные. И там проще, там, как бы, там, социальные группы. Ну и в частности те люди, которые являются безработными и прочее. То есть все общество живет за счет работы одной третьей населения. И это, в принципе, как бы, я думаю, повсеместно такая цифра. Ну может там плюс-минус, там. В любом случае, как бы, мы понимаем, что в обществе вот прямо такой острой необходимости работать каждому нет, да. И общество может позволить себе вот таких вот, ну, не паразитов, да, но своего рода вот таких свободных существ, да, которые ничем не работают, да, а живут в каком-то вот таком свободном режиме. Либо они живут в свободном режиме в силу того, что иначе не могут жить, да, типа больные, там, какие-нибудь, там… Или дети, там, или старики, да, которые уже все свое отработали. Либо потому что, там, ну не хотят работать, да, имеют возможность не работать. Но это дело не в этом. Я просто хотел, описал примерную логику, да, которая, ну, выглядит правдоподобно, да, о которой нам рассказывают различного рода, там, допустим, исследователи, там, ну, в частности, марксизм такой же выстраивает теорию. Но здесь вот я просто хотел бы указать следующую проблематику. Вот смотрите, у нас получается, что в обществе вот есть естественного рода ядро, да, вот есть естественного рода элемент, на базе которого общество строится. Этим элементом является человек. Вот естественно было обществу по линии вот этого элемента своего, да, вот как-то распадаться. То есть, когда общество было монолитом, оно ведь все равно было обществом индивидов, да, которые были связаны с друг другом. Другое дело, что они были, эти индивиды были тесным образом сплочены для определенного рода задач, которые связаны были с выживанием. Ну, так вот, вот как, например, волки, да, сплочены, в принципе, как бы, или, допустим, муравьи сплочены. То есть, это вот такие коллективы, да, где теоретически, может быть, и отдельный индивид может как-то там пытаться выживать. Но, тем не менее, как бы, вот их сплоченность – это и есть способ приспособления к внешним условиям, да, способ выживания. То есть, сбиться в стае, чтобы легче было добыть себе пропитание, или, там, организоваться в муравейник, да, для того, чтобы, вот, разделиться, да, по линии, ну, приспособиться, да, вот, к разным функциям. И в каждой отдельной функции, как бы, вот, приспособление достигнуть некоторого рода совершенства, да. Одни защищают муравейник, другие там трудятся в этом муравейнике, третьи там рожают и так далее. И, так вот, когда общество, человеческое общество, становится более сильным, да, оно может позволить себе вот такую роскошь, как создание более сильных индивидуальностей. Зачем это нужно? В этом можно тоже увидеть, своего рода, способ приспособления вот такого целого, как род, человеческий род, да, к внешним обстоятельствам. Ведь, что можно совершенствовать? Если мы берем человеческое общество, как некого рода систему, то в этой системе можно совершенствовать взаимодействие отдельного рода элементов, да, вот, индивидов, а можно пытаться совершенствовать каждого отдельного индивида, да, пытаться создать такого индивида, да, который сам по себе в своей индивидуальности был бы сильным, да, был бы каким-то таким могущественным, И в котором можно было бы видеть какой-то залог будущего. Так вот, допустим, можно взять здесь, в связи с нашими рассуждениями, философию Ниши. Вот Ниша, на самом деле, на развитие общества точно так же и смотрел. Он говорил, что... Ну, вообще говоря, у него была такая тенденция рассматривать человеческое общество как о своего рода человеческое животное стадо. Ну, так, если говорить примерно, не пускаться в подробности. И он видел, что и в обществе, тоже в нашем человеческом обществе, действуют определенного рода вот эти законы, приспособления, законы естественного отбора. Но он видел, что цель человеческого общества состоит в том, чтобы взрастить таких вот лучших, сильных индивидов. Что как раз именно в этом он видел полезность обществу как целого. На самом деле, в этом есть определенного рода даже с биологической точки зрения логика правильная. Как вот взрастить более лучшего, более сильного индивида. До этого общество, как некая целая система, напрягает свои какие-то силы и перераспределяет свои ресурсы, свои средства внутри этого целого таким способом, что, например, одним достаются ресурсов больше. Ну, как происходит, допустим, в рабовладельческом обществе. Получается так, что за счет одних людей-рабов, другие люди-рабовладельцы обладают большим временем для образования. Они обладают большим досугом, они имеют возможность, допустим, заниматься науками, становиться лучше, становиться умнее. То есть, рабовладение позволяет взрастить этих лучших индивидов. И в этом смысле Ницше как раз и упрекал, в частности, крестьянство, и связанные с крестьянством демократические идеи, из-за того, что они приравнивают всех людей и тем самым нивелируют вот этих лучших. Они дают возможность этим лучшим быть взращенными. Потому что в каком-то отношении цель общества и состоит в том, чтобы этих лучших вырастить. Причем проблема даже состояла не только в том, что не дает, что вот в обществе, в котором признано, что все люди равны, что в этом демократическом обществе не дается возможность взрастить к лучшим. Проблема еще состоит и в том, что эти лучшие, в христианстве, допустим, им указывается в качестве должествования, что они должны обеспечить жизнь вот этих худших. То есть, иначе говоря, вот это вот то, что в христианстве выражается в качестве сострадания, или солидарности. Можно маленький? Просто мне представляется, что всегда по владению, по следующей формации, когда приходили вначале вот эти социальные группы или классы, господствующие, вначале они всегда были, конечно, прогрессивные. Они действительно были лучшими людьми в свое время. Но со временем, когда общество накапливало силы для того, чтобы сделать свободными вот, собственно, труда еще больше количества людей, то есть туда происходили всякие революции феодальные, там, глушуазные, социалистические. То есть, когда общество накапливает силы, потенциал для того, чтобы освободить еще больше людей. К этому времени этот класс, предыдущий, он получает такое колоссальное количество питательных веществ, скажем так, да, что он как бы уже почему-то перестает быть таким уж передовым, вот, а просто погружается, ну, пускается во все тяжкие. Вот. Но если на смену он приходит, как бы, да, новый какой-то класс. Валя, если следует нише, то это не так. Он как раз указывал на то, что... Ну, а если взять исторический процесс... Рабовладение нам предлагает, как бы, высшую культуру, которую мы даже, даже, вот, если мы берем современную... За культуру-то ладно, а люди-то в конце этого рабовладения на что были похожи? Так а что люди были похожи? Выдающиеся были личности. Понимаешь, как бы, если... Ну, какие выдающиеся личности? Вот север и юг США, конец рабовладения, 1860 год. Ну, чем там люди на юге были более выдающимися, чем люди на севере? Причем там, при чем здесь... При этом они были рабовладения. Хорошо, я не знаю, как про Америку говорить, но вся культура, которая у нас есть, европейская, она базируется на культуре древних греков и древних римлян, да, и мы видим образцы, да, вот, культуры, да... Ты еще говоришь о другом. Нет, я говорю именно... Ты говоришь о преемственности культуры, это да. Нет, я именно говорю о том, что это было возможно благодаря только тем индивидам, да, которые были взращены вот на основе вот того общества, общества рабовладельческого. Ну, а ты считаешь, что феодальная эпоха Европы ничего к этой культуре не добавила? Она, конечно, что-то добавила, да, она что-то добавила, но меньше, а современное буржуазное общество еще меньше. Она только просто потребила, да, вот, эту культуру и все. Фактически ведь речь идет о том, что вот это вот некого рода высокого рода культура, да, высокий уровень, прежде всего, как бы, как сказать, образцов человека, да, она все больше и больше нивелируется, и мы видим в современном обществе уже какие-то вот, как бы, с точки зрения Ницше, опять же, да, и ему можно в этом как бы поверить. А кто больше является образцами человека в рабовладельце? Какие фигуры? Ну, вот, допустим, ну, можно взять философов, там, Платона, Аристотеля взять. Можно взять, как бы, фигуры, там, Перикла, там, там, если брать, там, классическую Грецию, там. Можно взять это, это Древний Рим, если берем, мы берем, там, Пусим, Синека, этот, это тот же Юлий Цезарь, который является до сих пор образцом, как бы, да, императора, как бы, философа, там, историка и прочего, так. Просто образцом, как бы, универсальности человека, да. Ну, там, я не знаю, там просто тут, там просто много примеров, там, разных, да, и политиков, и, как бы, деятели, там, культуры, и деятели, там, в военном искусстве, там, деятели в разных, разных сферах. И это было возможно только за счет того, что общество, действительно, было, ресурсы общества были так перераспределены, что, вот, воспитывались такие, вот, такие индивиды, выдающиеся. Ну, например, Платон... А мне почему-то, что фигуры, которые ты перечислил, они, по духу своему, уже в некоторой степени, противостоят своему времени, об овладении, и так далее. Нет. Поэтому они и стали, как бы, вечными фигурами. Нет, нет, это правильно, на самом деле, что, вот, возникновение таких, вот, такого рода индивидов, индивидуальности, это уже и есть распад до того древнего общества, конечно же. Но, тем не менее, чем дальше идет распад, и чем ближе к нашему времени, тем все мельче и мельче, и культура становится. Современная массовая культура, да, вот, что мы видим, какая культура сейчас превалирует? Превалирует некоторая массовая потребительская культура, которая полностью уже, это, если так можно сказать, упала, там, до самого Плинтуса, понимаешь? Ну, массовая культура всегда была? Ну, так нет, массовая культура в древности была именно культура высокой. То есть, если мы берем, допустим, тоже... Да, массы читали Платона, да? Нет, нет, просто... Извечая арестователям... Дело не в этом, да, ты смотри, что... Ты же говоришь о свободных людях, правильно же? Мы не говорим о том, что те, что рабы представляли тогда, были тогда людьми. Вот, было некого рода свободные люди, да, вот, те люди, которые, например, были гражданами Полиса. Именно только... А их можно было бы считать, людей, только с ними себя сравнивать можно. Вот, те граждане Полиса, да, которые участвовали в политической жизни, участвовали и в философии, и культуре, и создавали там образцы классического искусства, классического, там, классической философии, риторики, математики, всего, да? Так вот, они, на самом деле, да, вот, они были такими выдающимися. Ну, да, как-то на 2,5 человеке. Так это же не... Дело же не важно. Они были выдающимися фигурами, и, понятное дело, что, как бы, их было мало, потому что ресурсы общества не так были велики, да, и вся эта культура держится на рабовладении, да, то есть на том, что большинство задавлено. Если мы вернемся туда, мы опять вернемся к 2,5 человеку. Нет, и вот, ты просто переживаешь то, что я хочу сказать. Проблема в чем состоит? Проблема состоит в том, на самом деле, что по мере освобождения остальных людей, по мере того, как прямо возобладали идеи демократические, и что все люди равны, мы приходим к некому роду массовой культуре. Массовой. Какая-то массовая культура, поскольку она массовая и рассчитана на всех, она не изведена до некого вот усредненного уровня, да, вот, уровня понимания, там, каких-то там, я уж не знаю, там, стандартного человека, да, вот, от того, кто имеет школьное образование, да. И если, даже нам претензии делаются вот по поводу наших видео, что на кого рассчитано такого рода видео, да, нам надо, мол, упроститься и что-нибудь попроще рассказывать. Ну, подожди, ты сейчас вот все-таки апеллируешь о современной массовой культуре, но вот совершенно недавно... Ты, подожди, подожди, ты вот возражаешь чему, я еще мысль не сказал, я только начал сдалека, как бы, говорить о мыслях. Потому что есть некая усредненная массовая культура. Я тебе что хочу сказать, что помимо Европы и Америки, где эта массовая культура создается и распространяется на весь мир, существовал еще Советский Союз, существуют другие страны. Я не об этом говорю, да, давай про политику не будем говорить, я не про политику говорю. Я не про политику, я про... Причем здесь Советский Союз вообще, а при чем здесь это вообще все? У меня была массовая культура там. У нас в Советском Союзе была самая наиболее массовая культура, какую только можно вообразить. На самом деле, не хотелось бы впадать в политику, да, как бы и обсуждать тут какие-то политические там воззрения, как было все это устроено. И вообще этот краткий экскурс в историю такой, знаешь, я просто сделал только для того, чтобы некоторую свою мысль обосновать, да, этот схем. Мне это нужно было только, чтобы какую-то схему вырысывать. Для того, чтобы какую-то мысль... Вообще, как бы, чтобы ее как-то... Можно было бы ее сразу, может быть, обсуждать, но лучше как бы на фоне, на какой-то сначала контекст рассказать, для того, чтобы потом можно было ее вести. Так вот, основная проблема в чем состоит? Проблема состоит в том, что Ницше, да, вот когда свою претензию демократическому обществу или там христианство предъявляет, он как раз и говорит о том, что христианство и вообще демократическое общество, оно нивелирует от этих лучших людей, да, выдающихся. И все низводит на уровень вот этого массового общества. А почему христианство? А христианство... Сейчас объясню, почему христианство. Прежде всего, христианство. Дело в том, что христианство через определенного рода способы, ну, можно, если говорить так уже немножко как бы другим языком, да, манипулирование сознанием заставляло этих лучших людей, если они вдруг случайным образом возникали, служить слабым, да, служить вот этим худшим людям. Ну, там вот через всякого рода идею сострадания, через идею солидарности людей, да, через идею всеобщего спасения и прочее. То есть вопрос состоял в том, что как бы лучшие люди забывали свою миссию, ведь общество создает лучших людей ради того, чтобы потом, может быть, самому совершенствоваться. Это один из способов, да, создать внутри системы какие-то отдельные элементы, их улучшить, да, для того, чтобы потом двигаться дальше, подниматься. И вот у этих лучших людей, которые возникали стихийным образом, задача состояла в том, чтобы послужить обществу, да, на своем определенном месте. В этом и состояла их суть. Вообще, понише в этом и состоит суть этих лучших людей. Они как раз и созданы для того, чтобы двигать человека дальше, человека как такового. То есть они как своего рода, так вот, знаешь, представители вот этого будущего сверхчеловека, будущего, более высокого уровня человечества. А христианство призывало всех людей, и прежде всего вот этих лучших, оно призывало послужить вот этим худшим людям, да, оно призывало их как бы забыть свою задачу. Но это же неправда. Христианство всегда настаивало на личном самосовершенствовании. Нет, но христианство, может, настаивает, в частности, на личном совершенствовании, но если посмотрим историческое христианство, да, то оно ведь о чем говорит? Оно говорит о том, что люди, что, допустим, чем занимается монашество, да, чем занимается. Вообще, в официальной версии, по крайней мере, считают, что наука родилась в монастырях. Да все понятно, я же не об этом говорю. Если бы не было христианских монастырей, то и не было бы науки. Еще раз говорю, я же не о ценности сейчас науки, и не о том, как все это возникает, а рассказываю. Я говорю о том, что, с точки зрения Ницше, недостаток христианства, является, состоит в том, что оно не лучших людей взращивало, оно и лучших людей заставляло послужить этим худшим людям. Хотя, на самом деле, эти лучшие люди должны были заниматься другой задачей. Благодаря тому, что эти лучшие люди служили худшим людям, и, возможно, стали такие личности, как Пушкин русский, Толстой, Достоевский. Они же как раз именно таким образом и служили. И служить-то можно по-разному. Ведь служить же не обязательно ехать к прокаженным и пеленать их рано. Служить-то можно и духом. Еще раз говорю, во-первых... Всегда такие люди были. Но всегда наряду с ними были другие люди, которые предпочитали непосредственно пеленать рано. Я говорю о христианстве, а ты говоришь о Пушкине и прочее. Как раз эти личности, более-менее выдающиеся, уже появились на фоне отрицания христианства. Я взял просто этот период. Ну, я понимаю. А так они всегда были. Ладно, я попытался просто рассказать... Что Достоевский отрицает христианства? Конечно. Тем не менее, он, будучи христианином, на самом деле, в нем было столько же и бесовского, сколько и христианского. Но это в любом человеке. Нет, это не в любом человеке. Совсем не обязательно. Потому что, опять же, были же и монахи, и монахи Оптины, пусть на которых он ездил. Ладно, делай... И опять же, еще раз говорю... Ну, это спорный вопрос. Я пытаюсь рассказывать некого рода схематизм. Насколько этот схематизм соответствует реальности, можно потом обсудить отдельно. Так вот, схематизм в чем состоит? На теперь современных условиях, если мы говорим о том, что общество опять должно как-то консолидироваться, в некоторое родное монолитное состояние, но уже на новом уровне, то возникает проблема соотношения того, что люди все-таки получили свободу и стали личностями, с одной стороны. А с другой стороны, что они в монолите должны поступиться со своей свободой. То есть, в этом монолите было бы неправильно, если бы этот монолит, опять же, как ты правильно говоришь, стал монолитом на основе того, что часть общества была бы задавлена. То есть, опять же, появились бы вот эти рабовладельцы, да, и эти рабовладельцы были бы выдающимися в каком-то отношении, создавали выдающиеся образцы культуры и прочего за счет эксплуатирования всего остального общества. То есть, так было бы, кажется, неправильно. В каком-то смысле ведь Ницше, когда вот, он же призывает вернуться вот этому к рабскому состоянию, потому что он считает, что вот эти образцы античной культуры, а он был античниками, поэтому он именно в античности видел образцы культуры, они во многом возникли благодаря тому, что существовало рабство. И Ницше, если так вот внимательно его считать, он даже призывает к возврату к этому рабству, потому что он считает, что рабство этим самым оправданно, поскольку результат этого рабства, который мы видим, да, это выдающаяся рода культура, выдающаяся рода вот отдельного рода персонажа, да, на авансцене там античности. То есть, он как бы ратует за рабство, за возвращение рабства. А мне кажется, да. Я уверен, что действительно там Платон, такая грандиозная фигура, как бы, но и Гегель, не менее грандиозная фигура, но это христианская фигура. Христианская, да. Никто не спорит, но просто Гегель во многом не самородок какой-то, а уже опирается на все, что разработала античная культура. Но они были раньше. Не, ну Гегель же, на самом деле, это есть уже результат того, что философия, благодаря вот этим фигурам, античности шагнула далеко вперед. Да как ты хочешь, что это, принципиально, новая культура, которая бы создала ни на чем что-то опять грандиозное? Нет, необычно. То есть, начало начало? Просто, давайте, как бы, проблему, что-то состоит, еще раз. Ну, можно, сколько культурно-исторически, всякого рода, там, примеры, можно сколько угодно обсуждать. Давай, как бы, я сначала схематизм расскажу, насколько он соответствует реальности, насколько он правдоподобен, это другой разговор, вообще говоря. Ты поймишь, вот, есть некая философская схема. Ну, сколько можно уже обсуждать какие-то частности? Ну, можно одну схему придумать, можно другую схему придумать, можно третью. Я считаю, что Ницше ошибается. Хорошо, ты считаешь, что Ницше ошибается. Я просто не ратую за самого Ницше, я просто хочу поставить проблему. У Ницше, получается, проблема состоит в том, что нужно вернуться к рабству. А я считаю, что, на самом деле, должно возникнуть вот этот монолит, да, но на основе другого какого-то принципа, а не принципа рабства. В чем тут проблема-то состоит? Дело в том, что вот это новое монолитное общество идеальное, да, или как мы его называли, там, община, там, христианское, царство Божие, или там, коммунизм, и как бы его ни называть, оно ведь, на самом деле, основывается на неком роде неравенстве. Вот сейчас мы живем в период, когда все люди равны. Ну, мы его рассматриваем, опять же, в ограниченных рамках европейской цивилизации. Мы не будем брать весь мир там, во всем мире не так просто там. Но берем весь европейскую цивилизацию, то в европейской цивилизации продекларировано, что все люди как бы равны. И это, на самом деле, является заслугой именно христианства. И, кстати, Ницше с этим согласен, что именно христианство как бы выступило с этой проповедью, что все люди равны. Они, прежде всего, были равны перед Богом, да, а потом они стали равны просто по природе. Потому что они свободны. И поэтому они там вступают, естественно, это в это. Я бы это прокомментировал, ну ладно. Нет, они вступают как бы... Я не согласен с этим. Нет, ну вот проблема-то в чем состоит? Вот есть вот эта декларация равенства... Да, ладно, я скажу просто. Я считаю, что христианский проект, он нереализован. И то, что мы имеем, это иудейский проект. Нет, это равенство перед законом, перед Богом. Это чистый иудейский проект. Хорошо, пусть это будет так. А христианский проект еще и не начинался. Мы христианский проект потом обсудим. Я просто сначала все-таки доведу в виду как бы в саму проблему. Мне никак не проблему не удается вести. Я больше всего поражаю. Сколько тут можно уже вокруг долг ухать? Давай сейчас проблему введу и я расскажу, что проблема состоит. Проблема состоит в том, что если мы его тратуем за новое общество, общество органистическое, так в нем точно так же будет неравенство. Но это неравенство может быть двух видов. Либо это неравенство опять же не спадет в рабство. Ну смотри, если получится так, что отдельные люди будут в чем-то ущемлены. Ну вот как у нас, как возникает вообще, давайте сначала, как возникает равенство. Равенство возникает на том основании, на самом деле, что представление, что человек представляет свою свободу и он может реализовать свою свободу так или иначе. И чем он больше вложит своих усилий, тем больше получит. И по мере вкладывания своих усилий, он получает ровно столько капитала, знания и прочего рода блага, насколько там сам вкладывается, насколько сам он трудится на определенного рода ниве. На ниве материальном, духовном и прочего. То есть вот такая логика. Логика сколько вложил, столько и получил. Это вот логика справедливости. Как мы говорили, вот эти-ка справедливости, она вот так действует. То есть люди как бы равны в каком отношении? Что у них одни и те же, потенциально каждый человек представляет собой некую возможность, некую рода свободу, и эта свобода может так или иначе реализоваться. В этом состоит равенство людей. Теперь, в чем состоит неравенство при коммунизме? Мы говорили о том, что на самом деле разные люди обладают разными способностями и возможностями, и поэтому даже если с точки зрения какой-то внешней люди будут вкладывать одинаковые усилия, результат будет разный. Потому что у одного больше способностей, у другого меньше. У одного как бы лучше старт, а у другого старт хуже. Тут, понимаешь, вот этой справедливости, сколько вложил, столько и получил, нет. Тут есть как бы другая логика. Логика добра, где на самом деле каждый вкладывает сколько может, а получается столько, сколько надо. Но мы бы это обсуждали. Так вот, это логика неравенства. Так вот, если мы, допустим, сейчас на какое-то общение продекларировали бы вот эту логику неравенства, то у нас было бы два варианта, каким образом дальше развивались бы события. В общем, либо неравенство приведет к тому, что мы скатимся опять в то или иное виды рабства, духовное рабство, фактическое рабство, или просто какое-нибудь то или иное неравенство. Либо неравенство имеется в виду вот этого старого типа, где одни как бы чувствуют себя подчиненными другим. Либо, на самом деле, мы должны как бы научиться удерживать вот это неравенство, но каким-то таким образом, что все равно оставалось бы братство. Вот как в семье. Вот в семье есть неравенство? Вроде, да, каждый муж и жена, там, они могут, и дети, там, они неравные. Но какое-то все равно все присутствует братство. Семья не скатывается вот к этому, к какому-то вот такому подавлению, да, отдельных индивидов. А почему-то, если берем фирму, то на фирме всегда скатывается. Потому что есть, например, подчиненные, есть начальники. И начальники, как бы, ну, как правило, не обязательно это, но может так случается, что начинают давить подчиненных, да, как-то, и все это, в конце концов, скатывается, если, ну, не к рабству, в буквальном смысле, потому что рабство уж это совсем примитивная форма подавления. Ну, как скатывается, так, к тому или иному подавлению. И из разряда того, что я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак, понимаешь, как бы, вот. И это же не просто поговорка, а уж так устроено. И поэтому, когда мы говорим об обществе, в котором вот подразумевается вот это наличие этого неравенства, надо понять, как оно будет удерживаться в метафоре семьи, а не в метафоре вот этого подавленного общества, вот в чем проблематика, которую я хотел вот этим долгим разговором вести. То есть, на самом деле, когда Христос говорит о том, что мы сыны Божьи, и в целом получается, что образуется некая новая семья во главе с Богом, где Бог является Отцом, а все остальные люди – детьми Божьими, то речь идет о том, что вот это вот неравенство, которое в этом должно сообразоваться, да, оно должно вот быть в метафоре семьи. То есть, не должны быть малые, да, быть подавленные. Он даже где-то говорит о том, что, как бы, кто там соблазнит малого сего, да, там, тому лучше было бы, чтобы ему там надели этот... Камень на шею. Камень на шею, да, и сбросили там в море, и так далее. То есть, речь идет о том, когда малый ксик, это же не дети же имеется в виду, это имеется в виду, что вообще не всегда есть различия между теми, что есть выдающиеся общинники, да, там, выдающиеся в разных отношениях, и в духовном, и там, материальном, да, допустим, кто-то принес больше, да, кто-то познатнее и прочее. Но так вот изначально, как бы, старт разный. Так вот, нельзя этих малых давить, да, а надо на самом деле этих малых тоже как-то вот, о них тоже заботиться. Ну, заботиться как в семье. И, кстати, когда говорится о детях, будьте как дети, иначе не войдете в Царствие Божие, то имеется в виду, имеется в виду, вот эти малые назывались детьми, имеется в виду не в буквальном смысле будьте как дети, а имеется в виду, что будьте такими же, как вот эти вот малые, Как вот эти вот, как сказать, как вот эти вот слабые, да, вот как вот эти вот члены, как вот эти рядовые члены общества. Там, где просто, там ангелсовство, там и что-то, там, где мудрено, там ни одного. Ну, будет проще с людьми, и они потянутся. Да, ну, что-то в этом роде. Но дело же не только, как бы, в каких-то, опять же, политических вещах, да, манипуляции людьми, и там, и прочее. Вопрос в чём состоит? Вопрос состоит в том, что как возможно вот эта вот, как может община существовать, как семья? Но таким образом, чтобы в этой семье более сильные, более выдающиеся не подавляли более слабых, более, так сказать, незначительных. Потому что, ведь мы не можем построить общество, как семью. Это нереально. Потому семья всегда маленькая организация. Что такое семья? Где люди друг друга знают. Ну, допустим, ну, где семья может быть, условно говоря, 20 человек, даже может быть 100. Но в этой семье все друг друга знают. И когда все друг друга знают, мы можем тогда, ну, вот такая община, где все друг друга знают, может выстраивать себя, как семья. В обществе, в котором люди друг друга не знают, оно никак не может, как семья, выстраиваться. И поэтому система в обществе, она не может строиться по модели семьи. И поэтому, как бы, вот такая модель, а в христианстве модель семьи, она невозможна в реальном обществе, как бы, да, вот в том обществе массовом, которое мы сейчас имеем. Поэтому и христианство не удается. Не удается в таком, в глобальном смысле. Оно, может, удается на уровне, там, отдельных общин, да, там, при церкви. И то, сомнительно это. Хорошо, если удается, там, на базе каких-то, вот, отдельных христиан, которые собрались вместе и пытаются строить свою маленькую общинку. Так вот, проблема, теперь, если мы переходим на уровень всего общества, как всему обществу строить свое бытие, понимая, на самом деле, что люди неравны. И понимая, что вот модель семьи здесь не удается. По какой модели оно должно выстраивать свое общество, понимая и осознавая, что это общество неравных личностей. Потому что, если общество равных личностей, то тогда мы имеем то, что имеем, вот, современное общество. Почему, правильно, почему, вообще говоря, провозглашается равенство личности, да? Потому что это обеспечивает защиту от рабства. Это обеспечивает, прежде всего, малым, да, вот эту, как бы, своего рода, ну, и с помощью законов, да, с помощью системы общества защиту от сильных. Потому что, если бы этого не было бы, то сильные, ну, так вот уж устроены, там, они порабощают, подавляют слабых. И законы, прежде всего, защищают, конечно, слабых, да, от сильных. И потому, как бы, провозглашено равенство, да, равенство, прежде всего, перед законом, да, перед, как бы, общими правилами. Ну, нет, нет, опять, не то. И сильные законы защищают от слабых тоже. Ну, и сильных тоже защищают от слабых, да, наверное, тут действительно, ты правильно говоришь, что взаимовыгодная сделка. Но, тем не менее, тем не менее, вот при провозглашении такого равенства людей, мы можем получить только современно атомизированное общество. И то, что оно существует, оно же не является случайным обществом, да, оно выросло на базе вот этого провозглашения равенства людей. Ну, да, там на Западе вообще уже маразм начинается, у них же дети равны родителям. И дети равны родителям, и... А, если начинается отъем детей, там... Да, и всякого рода там извращенцы уже равны, наверное, это обычно другим людям, как бы, равенство во всем же проявляется, да. Потому что, допустим, вот сейчас вот такое интересное движение, а какое имеет право афонские монахи не пускать туда женщин к ним, да, и женщин, это же тоже любопытно, это же нарушение прав женщин. Понимаешь, никуда-то не пускать. Понимаешь? Ну, вот достигает этого, да. А мужской туалеты они не хотят посетить? Ну, и мужской туалет они тоже хотят, они же могут посетить, оденутся мужской одежду и посетят. А туда они никак не могут посетить. Ну, оденутся мужскую одежду и посетят. Нет, их там ловят все равно, да. Не все так просто, rit. Так вот. Так вот, для того, чтобы выстраивать некое новое общество, можно только на основе новой идеологии, которая бы проповедовала некого рода неравенства. Но неравенство должно быть хитрым образом. Как оно может это проповедовать неравенство? Если оно будет просто проповедовать неравенство, что какие-то есть избранные люди, как делает фашизм? Что есть какая-то избранная аристская раса, а все остальные расы или другие люди, какие-то евреи, русские, они как бы недочеловеки. Их можно уничтожать или порабощать. Это один способ. И Ниша же ведь тоже так же предлагает. Он говорит, что есть какие-то выдающиеся расы, белокурая бестия, арийская раса, это же оттуда же идет. А есть расы, которые, в принципе, рождены для того, чтобы подчиняться. И вообще все российские теории точно так же пытаются обосновать, что, допустим, негроидная раса, она просто более дегенеративная по сравнению, допустим, с белой расой. Или там, с желтой расой. Но в любом случае, вот это превосходство одной расы по отношению к другой, она возвращает нас и кидает обратно в это первобытное рабство. А хотелось бы, на самом деле, обосновать какое-то неравенство, при котором вот таких перегибов бы не было. Ну, это неравенство любви. Да, это неравенство любви, как в семье. Метапура семьи-то здесь как раз самая приемлемая. Мы же не говорим о том, что отец в семье подавляет детей. Ну, хотя бывает такое иногда, но в каком-то отношении. Он это делает из какой-то заботы, чтобы воспитать детей. Точно так же, там, жена, допустим, подчиняется мужу, да, там, в чем-то. А в чем-то муж, как бы, там, понимает, что здесь жена главнее, чем там, в каких-то вопросах и так далее. То есть есть... И в семье каждый получает сколько ему надо. Да, есть какая-то гармония, гармония отношений. Независимость от своего вклада, правильно? Да, есть гармония отношений. Даже там вот, допустим, люди садятся за стол. Ну, зачем трехлетнему ребенку равная доля мяса с отцом семьи? Конечно, конечно. Совершенно ни к чему. А зачем женщину гонять за картошкой в магазин? Не, ну, вопрос-то вот, это все понятно. Только метафора, я еще раз говорю, для семьи, для всего общества неприемлема. Потому что основным, ну, как бы, критерием семьи состоит в том, что все друг друга знают. Если люди друг друга не знают, это уже не семья. То есть основным критерием семьи состоит в том, что люди знают друг друга. В обществе мы не можем требовать, чтобы все друг друга знали. Хотя в отдельных общинах мы можем требовать. Допустим, крестьянская община организуется на базе того, того, что объединяются люди, которые друг друга знают. Это возможно. И тогда проблем нет. И такая община может выстраивать своё единство и как-то там развиваться. Но если мы говорим об обществе, как это может быть в обществе? Вот это какая-то проблема, как мне кажется. Как на новом уровне, в коммунистическом обществе, крестьянском понимаемом обществе, вообще говоря, в обществе, построенном как организм, будет устроено взаимоотношение людей, которое будет пониматься как неравенство. Понимаешь, тут ещё иначе какая проблема есть? Если проблема есть своего рода лицемерие современного общества. Дело в том, что в современном обществе оно только декларирует вид равенства всех людей. А по факту ведь это не так. Ведь по факту, на самом деле, у нас точно так же процветает избранность отдельного рода знатных родов, избранность каких-то там богачей, избранность… Чисто формальное равенство. Да. То есть избранность связана с тем, что они более способные, более одарённые, более красивые, успешные по сравнению с физически сильными, по сравнению с другими. То есть, на самом деле, по факту, это чисто биологическое основание. Люди, конечно, неравны. И, кстати, первым делом именно на это внимание обращают. Он же когда обосновывает, что то равенство, которое провозглашает христианство, оно на самом деле неестественное. Почему? Потому что естественным образом люди не равны. И он здесь прав. То есть, только христианство просто задачу именно и ставило такое, что создать на земле Царство Божие, то есть, нечто неестественное. В христианство Бог есть любовь, там нет равенства, которое Ницше там увидел. То равенство, которое он увидел, он должен обратить к иудаизму. Ты каждый раз спутаешь между христианством как учением и христианством как историческим христианством. Я говорю про историческое христианство. Я говорю про историческое христианство. Все эти ребята, включая Ленина, Маркса, Ницше, Фрейда и прочее, они так ненавидели церковь, что с водой выплеснули ребенка. Христианство они не поняли, не увидели. Еще раз говорю, есть христианство как идеология, а есть христианство как учение. Христианство как учение учит на самом деле, что все люди вместе с Богом составляют некую единую семью. Все дети Божьи. Что это означает? Бог – Отец, а все дети Божьи. И в семье, как ты правильно говоришь, есть неравенство. Но не может Отец быть равным людям. То есть дети. Как бы так ни было, в чем-то есть равенство, конечно, потому что дети наследуют землю, дети наследуют наследство отца. В чем-то есть кардинальное различие. Отец все-таки глава семейства, а дети по отношению к нему все-таки на более низкой ступени стоят. Но политически вот это вот «дети Божьи перед лицом Бога» понято как равенство людей всех. Потому что когда христианство покоряло все больше и больше свои общества, проблема-то и состояла в том, что вот эта вот проповедь того, что богатство – это своего рода нечто неправильное, богатый не войдет в царство Божие и прочее, она указывала на то, что люди должны как бы во всем как-то сравняться, отдать свое богатство не ищем и прочее. То есть, на самом деле, когда говорилось о том, что там «не называй своего отца»… Нет, я считаю, что эти ребята не поняли. Правенство чисто формально, перед законом… Еще раз говорю, Валя, на самом деле, я тебе могу сказать, что в христианстве, я думаю, что есть две тенденции. И обе тенденции можно обосновать. Можно обосновать, что есть органическое некоторого рода представление об органической общине, которое строится по модели семьи во главе с Богом. Это одна модель общества. А есть другая модель, где на самом деле все люди… Это именно та демократическая модель, где все люди равны перед Богом. Все дети Божьи, и они равны друг другу, поскольку они все дети Божьи. Это другая модель. И то, и другое, на самом деле, имеет свои корни именно в христианстве. Ну, в том смысле, что все люди. Это же правильно. Нет. Как сказать «все люди»? Допустим, древнее представление, на которое, в частности, Ницше, к которому Ницше тоже апеллирует, оно говорит о том, что одни люди рождены Богами как править. Они знатные. У них даже голубая кровь, даже говорится. Они от природы выдающиеся. Они не сами стали выдающимися благодаря случайности, а боги их наделили. Недаром ведь говорится о том, что царь – это помазание Божие, и даже утверждалось, что император, допустим, вообще является сыном Божием, даже чуть ли не Богом. И это не просто так. А другие люди, они и варвары, они предназначены для того, чтобы подчиняться, для того, чтобы быть рабами, в лучшем случае. И это даже благо для них быть рабами. Ты думаешь, на чем держалась Римская империя? Там, я не помню, по-моему, 1 в 10 соотношение было свободных и рабов. Ну согласен. Здесь ты абсолютно прав. Чисто на диалогии. Сами рабы понимают, что у них рабская природа. Христианство и даже более того иудаизм утверждает, что все люди – только люди. Хорошо. Иудей, я уже не знаю, как христианин, а христианин, наверное, тоже. Иудей и христианин, я думаю, мусульмане обязаны умереть, но не признать правителя Бога. Это такой подоплан веры во всех этих храмических любителях. В этом смысле, да, все люди – только люди. Нет, проблема в чем состоит? Проблема состоит в том, чтобы не скатываться, как Ницше, к выводам от того, что надо ему чуть ли не рабство вернуть, потому что только в таком состоянии неравенства возможно взращивание вот этих выдающихся личностей. И не высказываешь сути. И там же два полюса. С одной стороны, в рабе не видели человека, а с другой стороны, в правителе видели Бога. А христианство пришло и иудаизм, и ислам. Ты постоянно скатываешься к политике. При чем здесь это? Нет, не к политике я сказал. Они пришли и сказали, что все люди есть люди. Кто пришел? В христианство. А до этого знали… А до этого не знали. Нет, и до этого знали. Рабов не считали людьми. Нет. И рабов считали людьми. Просто людьми, которые меньше людей, которые предназначены в силу того, что они варвары, предназначены для более низкой жизни. Понимаешь, что то, что люди считали скотом, конечно, может быть, кто-то так и считал, но если так вдуматься, конечно, то повсеместно этого не было. Что ты хочешь сказать, что древние люди были глупее современных людей, что ли? Они точно так же понимали, что если человек-раб может научиться языку и во всем похож на рабовладельца, что он там? Другой человек, что ли? Такой же человек. Они всё это понимали. В Индии существовала кастовая система, и до сих пор ещё её остатки сохранили. Правильно. Но вы считали низшие касты за людей? Ну, нет. Давай лучше так говорить. Они не считали, что низшая каста равна высшей касте. Но и то, и другое люди. Просто люди делятся на касты. Вот как надо было правильно сказать в их понимании. И то, и другое люди, но они делятся на касты. Поэтому дело не идёт в том, что и то, и другое люди. Вопрос не так ставится. А вопрос идёт в том, что есть люди разных каст. Разных достоинств. Есть люди высшего достоинства. Допустим, если мы говорим о кастовом индийском обществе. Брахманы и воины. А есть люди, как бы всякий мусор человеческий, который почти не нужен. И удивительно, что он вообще есть. Ну, зачем-то он нужен в общей экономии жизни. Вот они тоже есть. Эти шудры там и неприкасаемые. Ну, от кем-то надо же править. Нет, ну факт состоит в том, что вот эта вот клановость и кастовое сообщество, она на самом деле, я так думаю, что в определённом образом для древних людей характерна клановость. Но я просто не думаю, что рабство надо понимать так, что одни люди считали других совершенно не людьми. Я думаю, так понимать нельзя. Равенство людей, когда провозглашается, оно говорится о том, что вот этой кастовости нет. То есть, если мы берём как бы этот разговор про кастовость, что и высшие касты людей, и касты низшие людей – это люди одного качества. Вот в чём проблема состоит. Отсюда и возникает как бы вот это демократическое движение, если так можно выразиться. Потому что если бы европейская культура так бы сохранила кастовость, то так бы, допустим, осталось бы знать некоторое голубую кровь и вся остальная масса, то никакое христианство было бы невозможно. То есть, христианство возможно только на базе вот такого равенства людей, где нет никакой кастовости. Это не отменяет того, что некоторые даже в христианстве могут жить и считать себя выдающимися какими-то особо одарёнными людьми. То есть, в каком-то отношении понимать мир, как устроенный кастовым образом. Это никак не отменяет. То есть, надо отличать всё-таки идеологию от реальности. Идеология христианская, она говорит о том, что никаких каст нет. Что все люди, поскольку сыновья Божьи, значит все люди равны друг другу. Перед Богом. Даже если они материальным образом, здесь существенно отличаются, что одни крестьяне, другие феодалы, третьи цари и так далее. И царь последний, понимаешь, и последний падёнчик, они и те, и другие являются сыновьями Божьей. Ну послушай, значит христианство признавало, что люди биологически не равны? Они же равны только перед Богом и перед Законом. А то, что биологически равны, христианства никогда не равны. Понимаешь, что такое… Посмотрите, вот тут очень важно понять, что такое равенство людей. Те, кто провозглашает христианство, когда христианство, они ведь понимают, что люди от природы не равны. То есть от природы одни от обладают более выдающими способствами, другие менее выдающими способствами. Одни от природы наградили умом, здоровьем, красотой, а других – уродством, болезнями и нищетой. Понимаешь? Вопрос идёт не об этом. Вопрос указывается, что несмотря на все эти различия по богатству, по красоте, по здоровью и прочее, Иисус Христос ходил, проповедовал среди грешников, среди блудниц, прокажённых, мытарей, то есть от всякого рода сброда иудейского общества. Вот несмотря на все эти различия, которые по факту есть, есть нечто, в чём люди все равны. И люди все равны тем в том отношении, что все они предстоят пред Богом как сыновья Божьи, как творение Божье. То есть люди равны в каком-то определённом роде аспекте. Этот аспект потом осознан в политическом смысле, как свобода. Люди равны в том смысле, что они все существа, наделённые свободой. Конечно, один богаче, другой беднее, один здоровее, другой болезненнее и так далее, один красивее, другой безобразнее и прочие различия, которые, естественно, всё в мире различается. В мире нет двух одинаковых вещей, не найти. Всё в мире уникально. Но, тем не менее, есть аспект, в котором всех людей можно поставить на одну линию и сказать, что все они равны. А именно свобода. Вот с точки зрения свободы все люди равны. Мы подобны Богу, являемся сыновьями Божьими только в этом аспекте, что мы свободны. Если бы мы были роботами или животными, то мы бы и не были сыновьями Божьими. Так это же правильно. Неужели ты считаешь, что это более право? Нет, вопрос же не в этом состоит. Вопрос состоит в том, что если мы декларируем, что все мы равны, то тогда возникает вот это вот движение демократизма и атомизированное общество. Потому что, если провозглашается, что все люди равны с позиции свободы, то в каком-то смысле всё остальное, точно так же во всём остальном, вот это вот равенство, оно начинает отражаться. Когда говорится об имуществе, указывается на то, что любой может при определённом роде усилиях стать богатым. Если говорить об образовании, ну любой, соверши какие-то усилия, будешь образованным и так далее. То есть утверждается на самом деле, что у человека есть некоторого рода возможность стать любым, достигнуть любого качества. Пусть по факту на самом деле там есть, конечно, диапазон, что не всем же способности данные, но в каком-то отношении утверждается, что вот есть, ты можешь, скажем так, более-менее высокого качества достигнуть, при том, что если лениться не будешь. И вообще, говорят, всё буржуазное общество, оно на том и строится, что ты приложи какие-то усилия и достигнешь любого наперёд заданного уровня. Может быть не максимального уровня, который может достичь общества, но достаточно приемливого, чтобы быть уважаемым, богатым, знатным человеком. Любого можно любому научить. Да, из этого разряда. И вот это представление о человеке, что любого можно любому научить, это на самом деле именно то самое буржуазное представление о человеке. По-моему, очень правдоподобное. Правдоподобное. Но тут возникает другая такая линия, когда человека начинают презирать. Ведь презрение к человеку появилось вместе с тем, что было объявлено, что человек является вот такой возможностью. Потому что по факту они смотрели на этих людей, на рабочих, на крестьян, и видели, что они ничего не могут такого. Почему-то вот отдельные буржуа, которые достигли какого-то успеха, они почему-то видели, что вот я-то успешный. А почему же вот эти вот остальное большинство массы не может этого успеха достичь? Ну-ка они литя, потому что. Другого же объяснения нет. Вот лежит какой-то бомж. Он же бомж почему? Потому что он не хочет работать. Потому что он лентяй. Ему дана свобода. Он целый мир. Понимаешь? Он мог бы как бы пошевелиться чуть-чуть. И на основе этой идеологии, что все люди равны, что все свободны, осуществить свою свободу и достигнуть ее в чащих вершин. С другой стороны, мы видим на самом деле идеалы вот такой вот человечности, которые говорят о том, что это self-made man, которые сами себе сделавшие люди. Нам очень важно, когда мы смотрим на таких людей, мы понимаем, что вот человек сделал себя сам. Он куда-то был. Такие, знаешь, своего рода вот эти все истории про Золушку, про другие его рода поднявшиеся из дерьма люди, они для нас являются в некотором смысле идеалами. В некотором смысле примерами того, что представляет собой человек. То есть человек может из грязи князи подняться, теоретически, если захочет. И дело даже здесь не в какой-то случайности, а в том, что это вот так вот, человеческая природа такова. И если человек лежит в грязи и не поднимается в князи, то это виноват человек, сам виноват. Он безответственно подходит к своей жизни. Понимаешь? И возникает такое в обществе расслоение, презрение вот к этим, униженным и оскорблённым. Ко всякого рода вот этому отбросу. Их так и называют – отброс масса. Потому что если ты невыдающийся человек, если ты… Даже такая пословица, если ты такой умный, почему не богатый? Если ты по факту не знатный, не богатый, не успешный, но это только потому, что ты лентяй, потому что ты чего-то не хочешь. Бывают, конечно, какие-то оправдательные, тебе что-то мешает и прочее. Но тем не менее. Так вот. Идеология неравенства, о которой я говорю, провозглашают, она говорит о том, что именно потому невозможно, чтобы каждый человек мог стать кем угодно. Потому что по факту это не так. По факту, на самом деле, человек имеет ограниченные способности и возможности, и не может стать кем угодно. И этот факт, есть феноменологический факт. Мы смотрим на наше общество. О, не лентяи люди. Они выбиваются из сексил. Но не могут они, не могут. Не получается у них. Если идеология равенства, наш взгляд искривляет в том отношении, что мы, видя по факту, что большинство не может стать кем угодно, а становятся только какими-то определенными людьми. И их возможности очень ограничены. Сколько бы они ни напрягались. Они, может быть, напрягаются всеми своими фибрами, но ничего не могут достичь. Ну да, таланты разные. Да, таланты разные. Возможности, способности стартовые. Условия разные. И презирать их за это нельзя. Конечно. Человек, который может быстро бегать, его можно заставить таскать тяжесть. А человек, который должен таскать тяжесть, и там добьется максимальных результатов. Вот такой тяжелоатлет. Его можно заставить быстро бегать. У него там будет минимальные результаты. А у Бюгина, которого заставят таскать тяжесть, там будет минимальный результат. Стоит их только поставить на свое место, они реализуют свои таланты. По-моему, речь идет о том, что… Я бы сказал так, что у каждого человека, видимо, есть какие-то таланты, но пока общество не способно их раскрыть и использовать. Вопрос в том, что для этого надо признать, что люди не равны. И если люди не равны, то тогда сразу вот эта перспектива о том, что мы должны презирать неудачников и большинство… Подожди. Тут, понимаешь, нельзя вот так вот равны-не равны. Тут надо понимать, что люди, что все люди люди, что перед Богом мы все равны. Но таланты у нас различные. Понимаешь? Понимаешь, что тут проблема? То есть не идти дальше, не идти с проблемами, что каждому человеку есть возможность стать кем угодно. Вот это уже ересь, как бы. Он может многим стать… Вот есть такая современная философия… Он может добиться на любом пути тех же результатов, которых он может добиться на том пути, если будет реализовано… Ну, понятно, понятно. Но ведь послушай, Гулат, ведь может быть еще так, что у человека, допустим, вся… Вот как у Тузова, да, у него была вся предрасположенность, он был очень слабый, там, арахитичный юноша, грубо говоря, а он хотел быть полководцем, понимаешь? Он с детства занимался, готовился, он все-таки стал полководцем, понимаешь? А если бы мы его использовали вот в таком вот муравейнике, который анализирует таланты и направили бы его там, ну, я не знаю, там, за больными ухаживать, за ранеными, как бы, солдатами, то, может быть, мы не получили бы Кутузова, то есть, как эти таланты-то учесть, как тут быть-то? Вот есть такой фильм «Гаттака», там в чем состоит сюжет? Как будто бы какое-то уже будущее, и научились каким-то образом по генам ребенка определять все его возможности, да. И общество так разумно устроено, что человека используют максимально полезно, и если человек, условно говоря, какой-то больной, и у него есть какое-то, допустим, отклонение, да, и генетически, как бы, он предрасположен к определенного рода болезням, то, естественно, как бы, его используют только в определенных, на определенного рода там местах, да, и не допускали к другим. И вот там есть такой юноша, который хочет лететь в космос, там, ну, у него мечта такая жизни, но он, естественно, не проходит никакие тесты, потому что, там, согласно вот этим данным своих генов, а там везде проверяется кровь, да, на всех ходах, там, в виде пропуска везде кровь, да, потому что сразу показывается, кто есть, кто там, как бы, да, там. Ну, он не пригоден для космических путешествий, ну, там какие-то, я не помню, какие-то у него болезни там, и он тогда договаривается с другим членом тоже там, у этого общества, который почему-либо там не хочет, хотя он у него, он проходит по всем показателям для того, чтобы в космос летать, но он почему-то этого не хочет, там, непонятно почему, там, это неважно. И они договариваются, что, как бы, будет делать так, что вот этот молодой человек, который хочет, да, будет ходить учиться, но везде он, там, будет, как бы, показывать кровь вот этого другого человека. То есть, как бы, получилось так, что им пришлось обманывать общество, да, для того, чтобы, вот, осуществить свою мечту, мечту этого человека. Вот такая там вещь. И в некотором отношении, когда ты вот говоришь о том, что, как мы будем определять на самом деле, кто к чему пригоден. То есть, можно предположить, что, условно говоря, будет создан такой прибор, который, вот, будет это определять. Дело же не в этом, да, проблема же не в этом состоит, как мы будем это определять. Правильно? Проблема не в этом состоит. А проблема состоит в том, что... Я как раз об этом и говорил, как в том, что в фильме какая проблема поставлена, что у человека, может быть, он Мы приводим к одному, а хочет он совсем другого. Ну, я говорю, что проблема как раз состоит в том, как утрясти человеческую свободу и его возможности в этом органистическом обществе, в обществе как организм. То есть, действительно, человек может желать одного, а его способности и возможности, они не благоприятствуют тому, чтобы он в обществе занимал это положение. Потому что он может это положение в обществе занять только за счет других. То есть, как бы в каком-то отношении паразитировать за счет них. Тут проблема... Эта проблема, да, она вот такая, мне кажется, тоже фундаментальная. Потому что, понятное дело, что если в современном обществе каждый имеет свободу и может эту свободу по мере своих возможностей реализовать, как ему хочется, есть естественные образы ограничения, связанные с тем, с какими он ресурсами обладает, каждый отдельный человек. И естественным образом человек либо достигает желаемого, либо нет. И часто наши желания именно ограничены нашими возможностями. И это как бы получается справедливо. Ну, вот у нас нет возможностей, хотя желание такое есть. Но поскольку возможностей нет, и мы как бы смиряемся с этим и нормально живем. А вот теперь мы предположим обществу как то, как организм. И там возникнет у какого-то человека желание, которое ему противопоказано. Которое с точки зрения общества для него запрещено, либо нецелесообразно. Ну, у тебя опять организм понимается как муравей. Мне же Игорь уже возражал на эту тему. А не получается ли так, что же это будет за организм, если любая клетка организма будет стремиться стать, допустим, ну, как вот мы говорили, что если все клетки организма захотят быть мозговыми клетками, ну, человек превратится тогда в огромный мозг. И что? Ну, что значит мозговыми клетками? Ну, ты говоришь, в организме это несущественно. Почему? Потому что по мозговым клеткам просто электричество бежит. А живет-то весь организм. Правильно. Ну, вот предположим, допустим, в каком-то отношении быть мозговой клеткой, например, является наиболее интересным. Тебе гвоздем руку проткнуть больно-то не только руке, а тебе всему больно. Послушай внимательно. Еще что я хочу сказать. Это же как бы метафора. Вы всегда метафоры, как бы так устроены, любопытно, что метафоры вообще не понимаете. Организм ты понимаешь как муравейник. Нет, я не так понимаю организм. Я понимаю организм в том смысле, что в организме как раз у нас все устроено таким образом, что есть все. И почему-то какая-то клетка, которая работает в кишечнике, не возмущается, что вот она в кишечнике, в грязи там. Ты все пытаешься в организме делить, что там кто-то будет с лопатой копать, а кто-то будет... Я не пытаюсь. А поскольку я просто вижу проблему такую, если человек свободен, он же может захотеть кем-то стать. Он увидит какой-то образец и захочет быть этим образцом, хотя не имеет к этому ни способности, ни возможности. И что получится? Как будет регулироваться такое желание? Вот я говорю, вот в этом же фильме Гаттека показано будущее, где на основе рационального способа организовано оно все как бы... люди распределены в этом обществе согласно генетическому предрасположенности. И, тем не менее, желание человека приводит к тому, что общество почему-то должно на него потратить больше средств, запустить ракету с этим человеком, который, может быть, не долетит до места. Сколько ты ресурсов-то зря сожгешься? Только ради того, что этот человек захотел в космос улететь. Ну, не знаю, как с желаниями людьми будет делать. Не знаю, как. То есть, вот сейчас они обусловлены возможностями. Там, видимо, желание людей тоже будет чем-то обусловлено. Но совсем отказать людям с желаниями тоже нельзя. Как нельзя упразднить личность. И то же самое. Я не пытаюсь личность упразднить. Отказать человеку реализовать свои желания, это упразднить личность. Я просто... С другой стороны. Я хочу обосновать, каким образом будет распределено неравенство людей. Они должны быть как-то распределено. Только при таком условии, на самом деле, люди согласятся... Но это же глупость, чтобы по анализу крови решать, достойный человек улететь. В чем глупость? Если, допустим, мы генетически заранее будем знать, какие болезни у человека могут возникнуть. Или, допустим, к чему он предрасположен, а к чему не предрасположен. Человек не предрасположен к космическим перегрузкам. И что? Зачем его посылать на орбиту, что других людей не найти, что ли? С другой стороны, это и сейчас есть, в общем, и должно быть. По идее, человек устраиваясь на работу, по идее, должен проходить медкомиссию и получать некий доктор. Но при желании богатый человек может заплатить энное количество денег и полететь, даже если он полетит в космос и там умрет. Это его право. А сейчас в рациональном обществе, организованном, где все ресурсы на учёте, не может же быть таких безумных желаний. Откуда? Сейчас человек может полететь в силу того, что он скопил определенные ресурсы и готов эти ресурсы предоставить, чтобы осуществить свои желания. А тогда как? Мы говорим о том, что от человека по способностям, а от человека по потребностям. А тогда он придётся дождаться, когда туризм космический станет. Дождаться. Человеческая жизнь. Больше всего я прикалываю. Как это может быть дождаться? Значит, вы потомки полетели. Ну, понятно. Если общество будет устроено на основе того, что будет провозглашено равенство людей, никогда никакого коммунизма будет невозможным. Вот я утверждаю такую... Ну и слава Богу тогда. Ну и слава Богу. И общины христианские будет невозможны. Вообще, кроме того, что сейчас есть, ничего будет невозможным. Потому что, как мне кажется, насколько я сейчас представляю собой, как устроена современная идеология и современное представление человека о мире и о самом себе, всё базируется именно на вот этом изначальном понимании равенства людей. На нём базируются и законы, и справедливость, и социальное устроение, и всё остальное. Мы с Игорем в твой муравейник не полезем. Да не надо в мой муравейник лезть. Живи там сам. Ещё раз объясняю, что как бы... Это отсюда и следует на самом деле. Только знаешь, это хорошо рассуждать, когда ты считаешь, что уж ты, ты точно будешь клеткой мозга. А если там тебе дадут лопаты, я бы хотел посмотреть, как ты будешь там копать в твоём муравейник, который ты с таким вожделением строишь. Я просто знаю из опыта, что ты первый сбежишь из этого муравейника. Мне больше интересно, что как бы ты его... Я просто знаю, что ты дурацкий. Ничего такого я не говорил. Вот хорошо сидеть, строить какие-то дурацкие муравейники, и не забывать о том, что первый сбегаю из этого муравейника, как только мне предлагают место под солнцем, которое мне не нравится. Давай ещё раз. Сидеть и рассуждать о том, что свобода не нужна. Когда это касается других, ты просто поставь себя на их место. Ведь может же и так случиться. Валя, вот да, я просто выскажу сначала мысль, а потом скажу. Я никакого муравейника строить не предлагаю. Я просто этим фактом, который утверждаю, говорю, что возникает дилемма, либо никакого другого общества, кроме которого мы сейчас имеем, невозможно построить. Просто невозможно. Коммунизм, христианская община и прочее. Всё это как бы так и останется какими-то мечтаниями отдельных людей. И ничего такого построить будет невозможно. А если будет возможно построить, то на самом деле надо тогда понять, каким образом будут сочетаться личные свободы и стройность этой личной свободы в некого рода организма. Вот и всё. Я только дилемму так и ставлю. Либо возможно это, либо невозможно. И никакого муравейника я поэтому и не строю. Потому что я вообще не рассуждаю о том, как будет устроено какое-то гипотетическое будущее общества. Я пытаюсь понять, как оно возможно, на основе какого рода принципов. Мне кажется, что если будет провозглашён принцип равенства людей, то ничего не изменится, как существовало современное общество. Так оно и останется. Потому что равенство людей, потому что современное общество является следствием идеологии, в котором принято, что люди равны. И всё. И ничего не может измениться здесь. Потому что идеология такова. А идеология равенства людей, она везде пронизывает всё общество. С экономики до науки. Везде. Сколько вложил, столько получил. Понимаешь? Вот это и есть этика справедливости. Понимаешь? Вот этика справедливости, выше этики справедливости будет не подняться. Пока существует равенство людей, в смысле свободы, этика справедливости будет невозможна. Ой, выше, чем этика справедливости, никакого уровня другого нравственности будет невозможно достигнуть. Этика добра возможна, как мне кажется сейчас, может быть я ошибаюсь, только на основе отказа от принципа равенства людей. Каким образом отказа, я не знаю. Потому что именно с этой стороны надо пересмотреть основной тезис атомизированной идеологии. Потому что на основе равенства людей строится всё остальное. Что люди атомы, что каждый человек – это микрокосмы и прочее. То есть на основе равенства. А если люди неравны, то как бы мы видели, как в древних культурах, как это проявляло себя. Это проявляло себя тем способом, что одни люди выдающиеся, они полубоги, герои и прочее. А другие люди – это как обычные люди, какие-то рабы или черни. Они ни для чего не достойны. Но я к этому способу не призываю. Я просто констатирую, что вот такое уже было в древности неравенства. Я призываю к некому роду консолидации общества, в котором это неравенство, а будет такое же, как неравенство в семье. Но только в каком-то другом виде. Потому что в семье… Семья – это специфический способ организации общества людей, в котором все друг друга знают. В большом обществе такое невозможно. Каким образом специфическая организация людей? Опять же говорю, в семье ведь свобода именно и ограничена. То, что позволено взрослому человеку, в семье не позволено ребёнку. И у ребёнка свобода значительно меньше. И он по уровню не равен никак отцу. Ребёнок никак отцу не равен. Или там, и жена, может быть, не равна мужу. Есть разные расклады, но тем не менее. Понимаешь? Равенства там никакого нет. И как это будущее общество будет так устроено, и скажем так, не будущее общество. Потому что это сразу же какое-то заявление. А как вот это идеальное общество, в которое могло бы реализоваться этика добра, должно устроено быть на основе этого неравенства. Я не знаю. Я даже не знаю, как это неравенство понимать. Потому что единственный способ понимания неравенства, точнее два способа у нас есть, это понять это неравенство как рабство и как семья. Какая метафора здесь новая нужна для того, чтобы понять это неравенство, я не знаю. Просто я уверен, что и я уже говорил о том, что коммунизм привнёс понимание как организма, но и демократия, она привнесла понимание вот этой свободы, творчества и всё остальное. И нельзя ни то, ни другое отпросить. Тут смысл в том, что нужно пропорционально это учесть и пойти как бы дальше. Но нельзя ничего выбросить из опыта человечества. Всё было не зря. Да это понятно, никто не собирается ничего выбрасывать. Нет. Нам просто очень важно... Мне кажется, что ты всё время хочешь как бы вернуться в рабовладение сегодня сегодня. Да нет. Я просто беру в виду, что проблема и состоит в том, что надо перейти к новому пониманию неравенства, но не на основе рабовладения, а на основе какого-то другого понимания неравенства. Где вот это как неравенство, как в семье. Но семья для такого общества плохой пример, потому что семья подразумевает, что все люди друг друга в семье знают. И в этом смысле именно так семья организуется. Когда все друг друга знают, они как бы взаимно с друг другом соотносятся на основе этого знания. А в обществе, в котором люди друг друга не знают, такое невозможно. Ясно, извините.